Привет всем! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня. Сегодня мы с вами будем печь пасхальные куличи. Рецепт я нашла в интернете. Я буду делать это первый раз в жизни. Кулич называется быстрый. Что нам для этого понадобится? 4 стакана просеянной муки. Я ее уже просеяла. 100 грамм сливочного масла или маргарина растопленного. Стакан молока. Стакан сахара. Соль по вкусу. Один пакетик быстродействующих дрожжей. Изюм. Я его промыла и залила кипятком. Также нам понадобится посыпка для украшения. У меня вот такая. И глазурь. В качестве глазури я буду использовать вот такую готовую глазурь белую сахарную. Можно просто взбивать белки и украшать. Также у меня есть формочки. Вот такие бумажные. Три. Вот. И еще у меня есть вот такие запечатанные. Я посмотрю сколько будет теста. Вот. Будем тогда смотреть. А, еще нам нужно три яйца. Чуть не забыла. Вот у меня три яйца. Сейчас я здесь освобожу немного места. Это нам пока не понадобится. Сначала мы будем взбивать яйца. И постепенно добавлять сахар. Немного взбила яйца. Теперь буду постепенно всыпать сахар и взбивать. Взбили яйца с сахаром. Теперь сюда добавляем растопленное сливочное масло или маргарин. У меня маргарин. Немного нужно взбить. И также сюда добавляем еще стакан молока. И так же немного взбиваем. Теперь сюда добавляем соли. Соль по вкусу. Кладем. Я положу. Так вот не полную. Чайную ложку. Соли. И еще раз все перемешаем. Миксер нам больше не понадобится. Можно его убрать. Теперь мы добавляем дрожжи в муку. И перемешиваем. Так. Мне кажется, одной пачки будет мало. Я добавлю еще одну пачку. Потому что пачки по 12 грамм всего лишь. Что-то, мне кажется, будет маловато. Перемешиваем. Теперь нашу вот эту смесь мы добавляем в муку. И все равномерно перемешиваем с помощью вот такой лопатки. Я буду перемешивать силиконовой. Так. 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 и на этом этапе я добавлю изюм чтобы все равномерно перемешалось изюма много не бывает так же сюда можно добавить цукаты орешки как вы хотите и теперь уже до мешаем до конца так вот у нас должно получиться тесто теперь нам понадобится подсолнечное масло которым мы будем смачивать руки немного домесим тесто и будем выкладывать формочки так непривычно работать с таким тестом жидким перемешали мы равномерно теперь будем выкладывать формочки до меньше половинки надо формы положить потому что она поднимется смотреть так вот так 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 у меня еще осталось тесто я его пока накрою потому что у меня духовка маленькая туда влезли только вот эти три формочки его пока оставлю когда испекутся эти то уже буду продолжать так так сейчас я помою руки быстро так теперь мы оставляем эти формочки что-то у нас так по идее должно все получиться ничего сложного нет так теперь мы накроем полотенчиком и оставим в теплом месте у меня будет стоять здесь на столе у нас здесь тепло рядом батарея оставляем до тех пор пока тесто в два раза не поднимется потом поставим в духовку при температуре 180 градусов на 40 минут часа 40 минут до часа по идее должны стоять вот будем проверять когда испеку уже покажу вам продолжение итак я продолжаю снимать видео о пасхальных куличах вот такие вот они у меня получились не сказать что я очень довольна но почему-то они не сильно поднялись может быть я положила мало теста в форму может быть дрожжи были не очень хорошие но все равно для первого раза мне кажется они выглядят неплохо они такие ароматные классные в общем то получились получилось у меня пять штук три вот такие средние и две поменьше вот эти вот средние формы у меня выпекались 40 минут проверяла готовность я с помощью деревянной палочки а вот эти выпекались у меня 30 минут они меньше размером поэтому меньше теперь я хочу их украсить у меня есть вот такая помадка сейчас я вам покажу такая помадка в начале видео я вам ее показывала здесь написано в инструкции что подогреть закрытый тюбик с помадкой в емкости с водой 45-50 градусов сколько времени греть не написано но я минут семь наверное держала теперь его нужно размять это содержимое тюбика и нанести помадку на изделие равномерно распределяя по поверхности так страшно конечно открывать так вкусненькая такая такого белого цвета сладенькая так ну буду наносить не знаю как как нибудь так лишь бы хватило мне на все так сначала по чуть-чуть а потом уже остатки буду добавлять что мне может не хватить на все надо было брать два тюбика наверно хоть по чуть-чуть намазать 0 0 0 0 0 0 фух кое-как я распределила всю эту помадку если будете брать уберите ни один тюбик как я здесь очень мало но все равно более-менее так распределила теперь я хочу посыпать такой красивой посыпкой посыпки у меня достаточно можно не жалеть у меня ушел один пакетик посыпки я думаю что достаточно такие вот красивые куличками получились первые мои здесь у меня уже лежат покрашенные яйца как я их красила оставлю ссылочку под этим видео переходите смотрите надеюсь что вам будет интересно сейчас оценивайте мои куличи первые пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и обязательно нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить мой мои новые интересные видео всем большое спасибо за просмотр всем удачи пока пока